Купаться запрещено. Периметр лесного пруда уставлен такими объявлениями. Однако в жару таблички с перечеркнутым плывущим человечком никого не останавливают. Как-то у нас трудность как-то мелкая, здесь как бы так вот, не знаю. А что, здесь нельзя купаться? Вообще-то купаться можно только там на пляже, а здесь вроде бы как нет. Да, ладно, сейчас перейдем. Место для купания на лесном пруду только одно – на пляже. Здесь есть буйки и лягушатник. На берегу дежурят спасатели. Андрей Демин следит за порядком на пруду второй год. Молодой человек специально прошел обучение. Говорит, что в этом году вытаскивать из воды пока никого не приходилось. А пьяных много купается? Ну, таких нет у нас. Таких выгоняем. Серьезно? Да. То есть не пускаете в воду? Конечно. Те, кого не пустили в воду на пляже, идут туда, где никто не мешает, на другой берег. За ним спасатели тоже следят. Однако, если что-то случится, они вряд ли успеют добраться до тонущего, пока тот не ушел на дно. Как правило, граждане в подпитии и становятся жертвами водоемов и собственной неосторожности. Желание освежиться отправляет таких купальщиков на тот свет. Тем не менее, абсолютно все, кто лезет в воду в неположенных местах, и пьяные, и трезвые, уверены в своих силах. Ну нет, мы вот группы, да, с детства. И то есть это, у нас друзья хорошие, они друг друга вытащат. То есть мы поможем друг другу. Между тем, прошлым летом в Зареченских водоемах утонули двое молодых мужчин. Оба купались там, где этого делать нельзя, и вряд ли рассчитывали, что вытаскивать их тела из прудов будут водолазы. Анна Сазонова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».